Дональд Трамп, который обещал в короткие сроки завершить войну в Украине, не определился с конкретным планом на этот счет. Однако его офис предлагает несколько вариантов, которые раскрыло издание Wall Street Journal. Журналисты поговорили с советниками Трампа на анонимных условиях. По одному из сценариев конфликт будет заморожен на нынешней Лилии фронта. Ее протяженность 1200 километров, где ведутся активные боевые действия. При этом советник Трампа считает, что среди миротворцев не должно быть американцев, этим должна заботиться Европа. По такому сценарию Украина теряет 20% своей территории. При этом, согласно данным Wall Street Journal, Киев должен отказаться от вступления в НАТО на 20 лет. По данным журналистов, в команде Трампа также обсуждают отказ поставлять оружие Украине, чтобы таким образом вынудить украинские власти начать мирные переговоры с Москвой. Владимир Зеленский не раз заявлял, что на заморозку войны Украина не пойдет. Более того, первый пункт его плана завершения войны – приглашение в НАТО. Зеленский считает, что только таким образом можно предотвратить очередное вторжение. Российские власти, которые два года назад объявили об аннексии четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской – заявляли, что не отдадут эти территории, хотя и не контролируют их полностью. Собеседники Wall Street Journal отмечают, что пока не знают, какую стратегию выберет Дональд Трамп. Советник президента Украины Дмитрий Литвин считает, что в статье приведены не настоящие планы, а, вероятно, цитирую, российские вбросы. Может ли у Дональда Трампа действительно получится быстро завершить войну России против Украины, о чем он заявлял в ходе предвыборной кампании? Мои коллеги с программы «Утро» спросили о Сергея Сановича, научного сотрудника Гуверского института войны в Стэнфорде. Это его традиционный стиль. Он обещал, дальше вокруг него начнется острая борьба о том, какому миллиардеру это поручат. Там начнутся всякие тайные переговоры, поездки в Киев, кому что достанется, кому что за это будет. Трампа интересует, конечно же, чтобы он приехал, подписал мирный договор и получил Нобелевскую премию мира. Но я не думаю, что в переговорах с Россией этого в принципе можно достичь, тем более за 24 часа. Я думаю, что изменения в политике США по отношению к Украине, они бы произошли в любом случае, если бы победила Харрис и тем более сейчас. Но какими именно они будут, как быстро, в каком порядке, это сказать сложнее. Возможности для переговоров у разных стран, в том числе у Украины, есть. Но вопрос, как их использовать. Найти каких-то людей в администрации. И такие люди есть, которые понимают, что такие уступки Путину, они будут плохим сигналом в отношении политики США, в отношении Китая. А это, в общем, консенсус и среди демократов, и среди даже республиканцев, даже среди трампистов, что главная угроза Китай. Но сдерживание Китая в отношении Тайваня, это как бы начинается где-то в Восточной Европе. Поэтому возможности тут есть. Как они будут использованы, очень сложно предсказать, потому что президент Трамп, его непредсказуемость – это то, за что его любят избиратели. И непредсказуемость это действительно будет высокой. Администрация Джо Байдена планирует предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на свои источники в Белом доме. По их данным, сделать это планируют до инаугурации Дональда Трампа. В Украине же военные рассуждают, как смена президента США может повлиять на ситуацию на фронте. Продолжит Вениамин Трубачев. В штабе этого подразделения висит украинский флаг и рядом с ним американский. Таким образом, военные выражают благодарность США за поддержку. Командир Юрий Федоренко говорит, что он вместе с другими военными внимательно следит за результатами выборов США. «Пока же война в самом разгаре. На этом участке фронта в Харьковской области артиллерийские обстрелы не прекращаются». К новости о победе Дональда Трампа в США здесь, в украинских окопах, относятся по-разному. Одни военные настроены оптимистично. «Я надеюсь, что что-то должно измениться. А в частности, я вижу, что изменения только такие. Это увеличение оружия, увеличение боекомплектов, новые виды гармат, для того, чтобы мы все-таки эту войну завершили перемогой». Другие считают, что западная помощь может сократиться, и тогда возникнут проблемы на передовой. «Поки воюем мы, не нужно воевать им. То есть не будут их гинуты и их люди, не будут их местами бомбиться. То есть, пока Украина держится, они в безопасности. Как только Украина, они перестанут поддерживать, Украина впадет. То есть, они могут почувствовать на себе, как это быть Украиной». А некоторые военные и вовсе говорят, что в любом случае придется рассчитывать на собственные силы. «Думать нужно про то, как выиграть войну, а не про то, что будет, что сделает Трамп. Если будут позитивные моменты, значит, будет лучше, будет легче воевать. Будут негативные, значит, нужно будет *** в два раза больше. Все, у нас в варианте, просто нет других». «Пострел!» Президент Украины рассказал, что поговорил с Дональдом Трампом по телефону. Владимир Зеленский надеется на дальнейшую поддержку со стороны США. «Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно выиграють». Последний пакет военной помощи на суму 425 млн долларов США выделили Україні неделю назад, 1 ноября. В него вошли в частности ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерії і бронемашини. Когда буде следующий, пока неизвестно. «Політика держави, вона базується завжди на волевиявленні людей. Остільки американці підтримують Україну, відповідно ми переконані в тому, що буде підтримка і від влади. Расширено це розраховуємо. І що нам вдасть наростити спроможність, рівень цієї підтримки і закінчити цю війну». Юрий Федоренко говорить, що независимо від політичних перемен, американський флаг буде висеть в його штабі до тех пор, поки Україна не вступить в НАТО і не побігит. Вениамин Трубачев. Настоящее время.